МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайная всегда становится явным. Это секретный материал, и мы начинаем. Цветущая контрабанда. Кто крышует и зарабатывает миллионы на нелегальных сигаретах? И кому из власти мущих невыгодно прекращать контрабандные потоки? Есть представители фискальной службы? Нет. Руины от Минобороны. Как выглядят бесплатные квартиры для военнослужащих? Видно, что я потеку, и вот тут проникают на недолго. Подпольный батальон Торнадо. Что на самом деле скрывается за убийством двух полицейских в Днепре? Если туда попадают люди с криминальным минулым, то это очень доброе, известное руководство. Украина – одна из самых курящих наций в мире. Но мы, к сожалению, рекордсмены не только в потреблении, но и в контрабанде сигарет. О том, как нелегальные сигареты перемещают через границу, сняты уже десятки репортажей. Сигареты в дверях автомобилей, двойной потолок в фурах, бегающие через реку челноки с ящиками сигарет и одинокие бабушки с блоками. Но все это лишь конечный этап контрабанды. Интересно ведь другое. Для такого потока нужен надежный тыл чиновников, нужны склады и магазины для своих, нелегальные производства и, главное, прикрытие правоохранительных органов. Наши журналисты начинают цикл материалов о том, как устроен мир сигаретных контрабандистов, кто же продает сигареты оптом вблизи границы и как пискалы и МВДшники реагируют на работу таких магазинов. Детективная история о том, как наши журналисты закрывали крупный нелегальный склад контрабандистов, а местная полиция им мешала. Смотрите, будет очень интересно. Украинская граница похожа на денежный портал, перенеся через который в Европу ящик сигарет, можно неплохо заработать. Мы сейчас находимся в поселке Деловое. Данный участок государственной границы Украины используется для нелегальной переправки комбатизма, а именно сигарет. Вот она, речка Тиса, через которую контрабандисты и переправляют сигареты. Переправив на ту сторону всего лишь один речень сигарет, можно заработать до 250 долларов. На каждом участке границы свои особенности контрабанды сигарет. Здесь ящиками бегут через реку. На автомобильных постах пытаются провести, спрятав их в обшивку автомобилей. Далее двойная подлога, двойный потолок, двойная хабо, двойная передняя стрижка. Но откуда же сигареты берутся у контрабандистов? Где они их покупают и по какой цене? А главное, кто является поставщиком сигарет для нелегальных контрабандных складов и магазинов? Чтобы это понять, достаточно посетить несколько приграничных городов или поселков, напичканных магазинами со специальной продукцией для контрабандистов. И пока пограничники на таможне ищут каждую нелегальную пачку сигарет, у них в тылу процветают целые сигаретные прииски. Это город Владимир Волынский, находящийся в 15 километрах от границы с Польшей. Здесь практически каждый житель связан с контрабандной сигарет и знает, что и где купить. В это сложно поверить, но в магазинах для контрабандистов нет кассовых аппаратов. Товар можно приобрести даже за валюту. А для особо экономных есть сигареты без акцизной марки. Мы отправляемся в один из таких магазинов. Вот нам туда, видишь, там машины стоят. Как местные правоохранители Помогают таким торговцам в их бизнесе. А те, кто хочет с ними бороться, не имеют полномочий. По склад за крылья. А что его зачиняет, этот склад? Итак, начнем. Это складская территория во Владимир Волынском по улице 20 июля 8А. Здесь функционирует один из главных торговых центров для контрабандистов. Вот он. Неприметная маленькая дверь. Владеет этой точкой? Вы не поверите. Леди Гага. Нет, не это. А местная, некая Якимчук Лариса Владимировна. Местные ее боятся, как огня. Я побачиваюсь, вы не подкажете, кто властен в этих примещениях, где можно узнать тут? И вам помню, кто его арендует. И еще там в загаре продается? Так. Нам это не нужно. Магазин функционирует с 9 утра и до 10 вечера, отгружая контрабандистам безакцизные сигареты, паленую водку и даже спирт. Отгрузка кипит бойко. Кому кульками, кому ящиками. Идем затариться и мы. Работая без страха, продавцы даже распечатали прайс-лист. Цены аппетитные. Кроме сигарет есть водка, виски по 55 гривен и даже спирт. 350 гривен за 6 литров. Самая дешевая пачка стоит всего 9 гривен 30 копеек. Белорусский фест. А брендовая Мальбора от Филипп Моррис всего за 16 гривен. Нахальству нет предела. Вот поляк покупает два десятка блоков сигарет без акцизной марки. Еще и за злоты. А вот кто-то берет блоки Минска, тоже без акциза. Каждый покупатель берет минимум на полторы-две тысячи гривен. Берем и мы из недорогих. Лифрую упаковочку, да, это бред. Производство львовской табачной фабрики. Только что вот в этом магазине мы купили упаковку сигарет Лифа, предназначенной только для дьюти-фри. Производство львовской табачной фабрики. Но сразу после покупки нас раскрыли. И магазин оперативно закрывается. Да. Добрый день. Добрый. Что вы делаете? Ничего, сигарету у вас купили. А что ждете? Милития. А торговцы, естественно, пытаются скрыться. Мужчина, ждите меня с правоохоронцем. Что вы делаете? Вы меня задаваете. В спешке они забывают в магазине и кассу, и товар, и даже кота. Мы вызываем полицию и фискальную службу. Ведь продажу подакцизных товаров, коими являются сигареты и водка, контролируют именно они. Зафиксованы на легальный магазин сигарок и горилки. Мы бы хотели вызвать сюда патруль и представителей фискальной службы. Но приехала только полиция. И то слегка напуганная. Делая вид, что первый раз слышит об этом складе в магазине. Давайте пройдем, покажем. Мы зафиксировали магазин продажу подакцизных товаров. Нелегальный. Есть представители фискальной службы среди нас? Нет. Хотя покупатели, подъезжающие к точке, говорят, что она работает уже не первый год. Сейчас приедут, просили почекать. А что хотели взять? Уже ленца, потому что здесь. Убиленца. Багато? Нет, много. А давно они работают тут? Нет. Норик, уже ездите сюда за ними? Не достать. Сделав свое дело и изъяв у нас блок сигарет, полиция покидает место преступления, даже не оставив охрану, набитого деньгами и товарами магазина. А податкова приедет? Есть представители фискальной службы среди нас? Нет. Оказывается, в приграничном городе, напичканном нелегальным подакцизом, нет работников государственной фискальной службы. Скажите, пожалуйста, вы отримали от 102 такую информацию? Так, нам дзвонили. Мы отримали, мы таки не займем, что в начале, это передавали на область. У нас такой рабочей группы. Ну, вы понимаете, что через там годину-двю на этом складе уже ничего не будет? Достаем козырь из рукава. Телефон борца с седьмыми айфонами Романа Насирова. Добрый день, Роман Михайлович. Добрый. Можете ли вы поспособствовать тому, чтобы ваши представители сюда приехали? Можете мне слышать, что я разберусь, что там за СБК, почему они едут? Ес! Ну, возможно, вмешательство лично главы государственной фискальной службы Романа Насирова поможет таки решить проблему существования контрабандных складов на территории Владимира Волыцкого. Но пока поднятые по тревоге фискалы мчат спасать репутацию Насирова, на склад начинают съезжаться администраторы Леди Гаги. С одной целью – вывести склад. Полиции-то нет? Па, склад закрыли. Еб... А что у нас начиняет этот склад? Заезжай! Что вы снимаете? Мы вообще выходили. Вот так вот и происходит. Здесь никому ничего не нужно. Фискальная служба приезжать не хочет. Полиция сделала свое дело формально и уехала. Ну, а теперь владельцы нелегального товара пытаются его отсюда вывезти. Мы вынуждены опять звонить 102. Мы работали выклик. Сейчас тут приехал автомобиль, и будут выгружать склады с товарами, которые мы зафиксировали. Мы хотели, чтобы оперативно приехала милиция и зафиксировала это. За несколько часов дежурство возле склада. В магазин за товаром пыталось проехать около сотни автомобилей. Почти все они на польских номерах. Приезжали даже атошники. Если учесть, что каждый берет минимум на полторы-две тысячи гривен, то выторги здесь сумасшедшие. Приехавшие оперативники фискальной службы сразу бросаются в бой. Но абсурдность нашего законодательства просто шокирует. Даже в таких оперативных случаях они не могут зайти на этот склад. Вот он, товар. Деньги и документы арестовывать нельзя. Чтобы попасть в помещение, фискалам нужно пройти семь кругов ада. Дело, открытое в МВД, передается в ГФС. Фискальная служба должна привезти его в Луцк, 75 километров. Закрыть дело, подписать у прокурора области, передать в суд, который должен провести судебное заседание, и выдать ордер на обыск. Только потом можно врываться на склад. Но сегодня нам везет. За нас играет глава фискальной службы господин Насиров. Поэтому недельную операцию удалось провернуть за 12 часов. Спустя ровно 12 часов мы начнем. Благо, милиция, склад и магазин сберегла в неприкосновенности. Или нет? Сейчас узнаем. Практически пусто. Пол ящика сигарет. И несколько упаковок водки и спирта. Каким-то образом Леди Гага сумела вывезти весь товар, несмотря на присутствие полиции. Об объемах здешних продаж говорит количество пакетов для сигарет. И машинка для счета денег. И кот нам рассказал. Оказывается, пока мы с фискалами ездили изымать в МВД дело, охранявший склад полицейский крепко зажмурили глаза, пока ребята Леди Гаги выносили товар. Помните кота за дверью? Так вот, когда мы вернулись из отдела полиции, он уже был на улице. Вдобавок, вот как прокомментировал наше появление в городе и шум вокруг магазина заместитель начальника городела полиции Александр Могилецкий. Наша группа уехала. Да, уехала. Только здесь заложилось. Снимают дальше. Снимают. И, видимо, кто-то из хозяев приезжает забрать эти сигареты. Есть вытяните сигареты? Да. И еще ничего нет? Нет. Есть поясня этого продукта. Киевского. Есть поясня человека, которого затримали, который приехал туда. Думайте, вы будете вертись из ухвали новости? Нет, просто нет. А вы знали, что там та точка працюет? Я посередине. Да. Информацій много. Не могут. Медеум, что кто там занимается присутствием. А кто? Коллеги. Ну, мы все стоящие. Так о какой борьбе с контрабандой может идти речь, если в нескольких километрах от границы местная полиция открыта крышу и точки нелегальной продажи сигарет и водки? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Украине более 40 тысяч военных находятся в квартирной очереди. И чтобы якобы поддержать наших служебных, государство за последний год выделило для них более миллиарда гривен на бесплатное жилье. Круто, скажете вы? Не очень, возразим мы, поскольку бюджетные средства отмывают фирмы-прокладки с очень уж сомнительной репутацией. Министерство обороны выбрало для военных жилье в селах и пригороде и заплатило за них столичную цену. В результате, по забышенным ценам, военные получили квартиры, в которые жутко заходить, не то чтобы жить в них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто же пилит государственные деньги и заселяет военных квартиры, непригодные для жизни? Смотрите в нашем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта история началась в конце прошлого года. Министерство обороны Украины купило для наших военных почти 1200 квартир по всей стране, на что потратили 700 миллионов государственных гривен. СТУК В ДВЕРЬ Казалось бы, все довольны. И руководство армии, и сами военные. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, например, на этих кадрах, снятых в Одессе, военные получают ключи к 58 квартирам от самого министра Степана Полторака. В ухоженном доме опрятные квартиры с ремонтом и поклеенными обоями. Как такому не радоваться? Майор Майстренко Виктор Васильевич. Но, увы, в других регионах с жильем для военных не так все гладко. Добрый день. Добрый день. Игорь полковник и служит уже 23 года. Это его первая служебная квартира. Ну, в принципе, видите, я покажу сейчас, что это все у нас же не хочет. У нас все холодно. Но заехать сюда со своей семьей он, как видите, не может. Хочем в нормальное, принайменно, чтобы сверху на голову ничего не текло. Стены потрескавшиеся, потолок уже течет. Видно, что есть потеки. И вот тут, крылья, а есть дедушка. Дуже гадко закрепленные реконды. Как что-то внизу заветится, а почти в этом не тримается. То идет тут палочка. И вот тут палочка. И все. Это им пухается. На кухне какая-никакая плита. Это вот так. Для четырех человек. Для комфорта. Ну, видят, трошки складно. Они вот у вас для семьи, для четырех человек. А вот ванная. Вряд ли выдержит свое предназначение. Ванная стреляет шикарные ножки. Видите? Вот таких. О, ножи падает. Витяжка с ванной иди в туалет. Идем, я вам покажу дальше. Это витяжка с ванной иди в туалет. А с туалета в сусіднюю квартиру. В сусіднюю квартиру. До соседа. Похожих квартир в этом здании 16. Впрочем, судить об их состоянии можно и по виду дома. Почерневшие колонны. Треснутые стены. И никакой придомовой территории. Здесь вообще когда-то был дом престарелых. Сколько, по вашему мнению, государство заплатило за эти 16 квартир? Почти 9 миллионов гривен, то есть по 10 тысяч за квадратный метр. 10 тысяч гривен за квадратный метр, оно навіть нонсенс для міста областного значения, міста Львова. За такие деньги можно легко найти квартиры во Львове. А квадраты в маленьком селе Липовка за 30 километров от города Льва, где и находится этот дом, вдвое дешевле. Одна из компаний, которая выиграла тендер на продажу вторичного жилья для Минобороны, называется УТГ. Фирма зарегистрирована в городе Стрый, по адресу Гробовецкая, 5Б. Кстати, это в 200 метрах от местной военной части. Идем в гости. Без веков и без дверей. Ось, как выглядит офис компанией, в которой Министерство обороны Украины выделило 9 миллионов гривен на житло для наших военных. Здание напоминает руину. А единственное, что имеет отношение к строительству, этот ржавый эскаватор. Но снимать его нам не разрешают. Этот человек представился Михаилом и очень похож на брата руководителя компании УТГ Андрея Урумяна. Он тоже работал над домом в селе Липовка. По его мнению, дом в отличном состоянии. Когда мы начинаем перечислять проблемы в квартирах, Михаил переходит на грубости. Ты кто? Я журналист. Представься. Я не знаю, кто вас сюда пригнал. Нас никто не пригнал. И отправляет нас к другому управляющему компании УТГ Руслану Секеле. Все основные вопросы решает Секела. Он сын любви Секелы, которая руководит УТГ только по документам. Руслан Секела когда-то работал в Львовском городском совете, а сейчас в общественной организации «Наступ». В телефонном разговоре он убеждал, что этот дом в полном порядке. Я вам гарантую, что в будинку, в стене, где трещи немало, не может быть. А цена 10 тысяч за метр вполне справедливая. И те гроши, какие оно было, я думаю, что оно там зробило проказку. Мы отправили запрос в Министерство обороны Украины на предмет, как компания УТГ вообще была допущена к тендеру. И пока ответа еще нет. Мы объясним наши предубеждения по поводу ее основателей. По какому-то там, скажите? Формально компанией УТГ руководит некий Леон Урумян. Но реальные дела ведет его сын Андрей. В западном регионе этого человека давно знают как афериста. Почти 10 лет назад его компания провела аферу, которую назвали «Стрийский элите-центр». Простыми словами, его строительная фирма кинула 60 людей на квартиры общей стоимостью около 2 миллионов долларов. Ни будивництва, ни заваршения будивництва, ни поварнания коштев. Минобороны и фирмы-прокладки не боятся злоупотреблять нищетой наших военных. За бешеные деньги служащим покупают жуткие квартиры, потому что знают, те и на том скажут спасибо. Мы продолжаем следить за ситуацией в селе Липовка и обещаем показать и других аферистов, которые взялись разворовывать 700 миллионов на жилье для военных. В Днепре средь бела дня водитель, который нарушил правила дорожного движения, расстрелял двух копов. Сегодня эта трагедия продолжает обрастать новыми подробностями. Как оказалось, убийца – боец скандального батальона «Торнадо» Александр Пугачев. Он уже год как находится в розыске за кражу людей и изнасилование. Чем же занимался Пугачев в Днепре? И правда ли, что расформированный и запрещенный батальон «Торнадо» перешел в подполье и стал на тропу войны с Министерством внутренних дел? Секретные материалы покажут то, что на самом деле скрывается за этой трагедией. Ей было 36. Каждый день они рискуют жизнями, чтобы защищать правопорядок. Это очень важно. У нее осталось двое маленьких сыновей. Провела ее. Когда сказали, что напарница, я сразу почувствовала, что это она. Сразу в больницу. Мы три часа сидели под операционной, но ничего не могли сделать. Ольга скончалась на операционном столе. Пуля застряла у полицейской в позвоночнике. Вытащить ее не удалось. Женщина прожила не намного дольше своего напарника. Артем погиб на месте. У погибшего 27-летнего Артема Кутушева осталась дочь. Ей только три года. Патрульных, которые с утра выехали на обычное дежурство, цинично застрелил Александр Пугачев. Кто же такой Александр Пугачев? Пугачев – боец самого печально известного батальона среди десятков своих коллег по всей зоне АТО. Здравствуйте, ты мужчина! Выйди сюда! Один на один за мной! Хозяин торнадо, патриарховався рядовым милиционером, насправде працевал в кабинете министров Украины на посаде Радника, вице-премьер-министра. Позже, после инцидента всплыла интересная информация. Согласно датам на удостоверение участника боевых действий, выданном Пугачеву, экс-торнадовец умудрился получить ксиву через месяц после того, как был объявлен в розыск. Передусім, хочу зазначити, що рота патрульної службы торнадо не залучилась для проведення антитерористичної операції. Але особисто Пугачев дійсно мав право на посвідчення учасника боевых действий, оскільки він брав участь, принаймні на папері, в складі тих працівників міліції з Дніпропетровска, які були в зоні АТО. Що підтверджує версію о плотной крыше, яка навісла над бойцами скандального батальйона. А чого він тоді ніде наховався, а був в Дніпропетровському? Тому що у нього був залізобетонний дах. Принимавши участие во всіх тёмних делишках спецрота, Александр Кропачев може стати цінним свідетелем на судебному процесі, і розуміють це не тільки знаходящийся в СІЗО колеги-добровольця-убийцы. Цікавить не багато чого, а його життя, а те, що він може розповісти під час допитку. Можна лише робити припущення, які будуть наслідки для багатьох посадовців. Тому треба подивитися, дійсно, що буде з цієї справи по вбивстві. Сопротивлення цьому справу може бути колосальним. Це видно і по процесу над колегами-мілиціонера-убийцей. Це зрозуміло з того, як проходив бит Александра Кропачева в тому час, коли він знаходився во всеукраїнському розыскі. Він використовався, не шифрувався, він використовався мобільним телефоном. А саме мобільний телефон видає людину, пригадаєте, як затримали Пукача. Він зробив тільки один дзвінок телефоном, і його моментально вирахували. А це впродовж року. Жив собі в Дніпрі, нікого, ні від кого не ховаючись. Давайте вас поставимо питання, а на якій мені жив гроші? В будь-якому случай, дела над торнадовцями обіщають терабайты інформації о їх приступлінях і огромне кількість фамилий пособників-добровольців-оборотній. Будуть вкладені величезні кошти і величезні докладені зусилля з тим, щоб домогтися або звільно, або засуджені на мінімальні строки, як Пукачова, так і інших членів банди Торнату. Я хочу підкреслити, що ці люди дуже багато знають. Вони обслуговували колосальні грошові потоки. Але в відлічі від злодіів і бандитів, поліцейські оказалися не такими підготовленими. Зловмішник, який дуже добре владеє оружіем, то, що я зараз на видео смотрела, він виходить і реально збоку застріливає патрульного поліцейського. В условіях війні і острої необхідності в реформах поліцейських просто не успевають идеально підготовити. Після революції гідності у нас така правоохранительна система перестала существувати. Для цього треба було що-то реформувати, що-то давати народу, щоб народ більш-менш спал, спокійно не переживав, тому появилась патрульна поліція. Дело об убийстві поліцейських в Днепре вскрыває одну проблему за другой. Правоохранительні органі вже готові от законопроекта презумції правати поліцейських. Це не просто убийства, нелепая случайність, масса проблем, оборот нелегального оружія в країні, бувші милиціонери-бандити, які як можуть, зарабатують на життя. Добровольчіські батальйони сомнительна репутація і корыстні высші чиновники, для яких смерть чоловіка просто ще одна ступень, як к дістіженню своїх целей, сплелись в один клубок. Осталось просто потянути за ним. Конечно же, поліція должна защищать граждан і іметь для цього всеполномочия. Але в условіях війни це зробить не так-то просто. Поліцейським тож нужна защита, ведь любой, кого остановить патруль за саме незначительное нарушення, може казатися атошником, вооруженним до зубов. Реакція поліції должна быть адекватна. На угрозі, которая исходит, і для этого, может быть, действительно нужно расширить їх полномочия. І ще, для того, щоб избежать подобних трагедій в дальнішем, потрібно немного. Проводити обязательну адаптацию ветеранів АТО і установити контроль за оборотом оружия в Україні. Це були секретні матеріалу. Не забувайте делитися своїми історіями з нами. Увидимся, як обычно, через неделю. Дякую за перегляд!